Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте ВК.ком Страна ФМ Совсем скоро там появится соответствующий пост Ну и представимся Влад Кутузов Валерий Майоров Но это не главное в этом части Главный у нас совершенно другой человек Это шеф отдела футбола Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Правильно мы еще сказали? Да, все верно Вячеслав, доброе утро Спасибо, что пришли Говорить, друзья Мы сегодня будем о футболе в первую очередь Ну и, конечно же, не можем не поговорить о том, что происходит Как это было сегодня в этой конференции? С олимпизмом Да, они, знаете, уже там форму какую-то производят Для выступления под нейтральным флагом А якобы ответ еще не дан Это как понимать вообще? Вы слышали эту историю? Насчет формы для выступлений без флага России не слышал ничего А что касается по факту То да, вот в эти дни решается судьба нашей олимпийской команды На играх в Пхенчхане в феврале будущего года И пока вердикт, в общем, не ясен нам Мы пока не знаем, будут ли россияне там под своим флагом Под олимпийским ли И вообще будут ли в принципе Ну там же, насколько я понимаю, есть несколько вариантов То есть мы можем не поехать вообще совсем Мы можем байкать Правильно это слово будет? Байкотировать? Ну а почему нет? Давайте называть вещи своими именами Я не исключаю и бойкот со стороны нашей страны Ну если нашу сторону что-то не устроит Я давно предлагаю обидеться уже на самом деле Потому что ну сколько можно? Ну сколько можно уже так издеваться? Ну вы знаете, честно говоря, сколько было вылета, скажем так, грязи на Россию В плане допинговых дел за последние там два года Ну может быть и пора уже действительно обидеться Вы правы, наверное Опять же, там есть вариант, что какая-то часть сборной поедет, да Но будет выступать без флага, без гимна, без всего А какая-то часть вообще не будет допущена, да То есть там Все это будет сегодня или завтра все-таки? Сегодня и завтра Окончательное решение ожидается завтра Вот мы как бы готовимся к тому, что мы будем освещать тот или иной сценарий завтра, да Но кто его знает, а вдруг они поторопятся А у вас есть какое-то предчувствие вот так вот, ну на уровне профессионалов? Или просто как человек, как болельщик, который связан со спортом, да Как все-таки оно может закончиться? Ну вы знаете, я вот бросаю взгляд немножко назад На 16-й год, на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, на летнюю Да, там ведь, ну скажем так, было принято несколько половинчатое решение, да Со стороны МОК Там была российская команда под своим флагом Но некоторые федерации, такие как, например, легкая атлетика или штанга Не были допущены Вот, скажем так, ну знаете, такое слово есть, чуйка, да Вот чуйка спортивная подсказывает, что вот нечто подобное может быть и на этот раз Хотя я могу и ошибаться, вы знаете Очень запутанная история Очень много чего против России сейчас, да Ну фактически весь спортивный мир западный, скажем так, ополчился, да И может быть и олимпийский флаг, и устроит ли это Россию непонятно, да, вот в свою очередь Может быть и вот какие-то федерации не будут допущены Могут не быть допущены люди, участвовавшие в Олимпиаде в Сочи Такой вариант тоже рассматривают В общем, их множество Их множество Какой из них будет вот явью? Ну посмотрим, чуть-чуть осталось ждать Опять же, мне кажется, это же вот все-таки какая-то глупая формальность, да, если не допустить, допустим На нашу сборную, все равно же, все равно же все знают этих великих спортсменов Все равно знают, откуда они Фамилии, это русские Фамилии, регалии, званий, достижений и так далее и прочее, все понятно То есть вы имеете в виду то, что те же россияне только под олимпийским флагом? Ну конечно Ну это же некий инструмент Ну давайте, опять же, говорить прямо унижение Пойдут ли на них, на такое унижение? Ну я не уверен, что на это надо соглашаться на самом деле И те спортсмены, которые говорят, мы будем выступать Либо под российским флагом, либо вообще не будем Я считаю, что они правы Давайте к футболу Слушайте, ну футбол там тоже вот скандальная тема, да Пожалуйста, подтвердите или опровергните Потому что я лично слышал, что Ну понятно, что чемпионат не отберут Потому что была уже репет Ну куда? Ни в коем случае Все уже как, все сто процентов У нас 12 стадионов Но теперь какие слухи ходят? Ходят слухи, что якобы есть возможность неучастия нашей сборной футбольной в этом чемпионате Которая пройдет у нас дома Это абсурд, конечно, но тем не менее Это полнейший абсурд Давайте опять же исходить из того, что вот прошла жеребьевка Сборная России, как известно, была там в группе А под номером 1 А1, это знали еще до жеребьевки, что Россия это А1 Очень хорошая группа, кстати, получилась Да, группа-то шикарная Но мы, я думаю, еще вернемся к составу группы Что касается именно возможности, в кавычках, неучастия нашей команды в турнире А кто сыграет? Что делать? Хотя бы исходя из этого, это невозможно Ну не оставлять же три команды, да? Не добавлять же еще одного участника И так далее, и тому подобное И потом, что касается обвинений именно наших футболистов в применении допинга Сборную проверяют постоянно Постоянно, планово, внепланово В соревновательный период, во внесоревновательный период ФИФА постоянно говорит У нас нет ни одного случая положительных допинг-проб Что касается российских футболистов Российские футболисты, члены сборной Выступают, как правило, в клубах, которые играют каждый год в Еврокубках Там тоже допинг-контроль Там постоянно их тоже проверяют Опять же, нет никаких положительных проб Поэтому я думаю, что это все, ну, не более чем разговоры И желание еще раз уже с другого бока Кольнуть Россию по теме допинга Не более Я бы даже охарактеризовал это как провокацию Главное, чтобы мне еще вдруг показалось Что главное, чтобы не появился какой-нибудь Родченков под номером 2 Который внезапно всплывет и будет говорить о том, что проберочки были не такие какие Но там же сложные отношения Ну, вы знаете, одного, по-моему, достаточно, не надо второго Вот я согласен Одного достаточно вполне Хватит его, да, еще на толпу Ну, я хочу сказать, какое все-таки терпение, да, у русских людей, у русских спортсменов Что все это валится, валится, а мы как-то, мы не согласны, мы не согласны Но, тем не менее, не переходим как-то на какие-то... Лер, ну а что, признать того, чего не было? Нет, я просто говорю, что мы молодцы, что мы на резкие высказывания не переходим Вячеслав, а там же сложные отношения, на самом деле, между, непростые, скажем так, между FIFA и МОК, да? Они же как-то... Ну, я бы не назвал... Друг друга не везде и не всегда признают, да? Я бы не назвал их прям вот сложными Это просто как две параллельные вселенные, да, которые очень редко пересекаются Дело в том, что для FIFA и для футбольного мира Олимпийские игры далеко не соревнование номер один В отличие там от, ну, условного биатлона, да? Вот, и люди там не готовятся четыре года вот к своему старту жизни Для них старт жизни чемпионат мира, чемпионат Европы И поэтому они вот как-то не очень соприкасаясь И FIFA, в общем-то, что касается вот и допинговых правил и прочего Оно их, конечно, соблюдает Но, так говоря по-русски, не особо заморачивается Не в том плане, что там какие-то послабления Нет, ни в коем случае Но FIFA это вещь в себе, и это мощная очень структура И еще неизвестно вот удельный вес Какой из этих спортивных структур в мире более весом Ну говоря, короче, бояться нам в этом плане нечего Я уверен, что нечего Совсем недавно была жеребьев, в пятницу же это было, да? В пятницу, да В пятницу, да В пятницу Что там с группами? Как вообще все обстоит? И повезло нам или нет? Хотя мы-то знаем, что повезло, конечно Нет, России, безусловно, повезло Что там скрывать Станислав Саламович Черчесов Главный тренер нашей команды Национальной Может сколько угодно говорить о том Что надо отнестись серьезно У нас тяжелые соперники И так далее, и тому подобное Но понятно, что все отдают себе отчет В том, что жеребий Ну, просто шикарный для России Просто шикарный Но он же с другой стороны не мог сказать Что, да, ребят, да, на самом деле ничего страшного Можно расслабиться Нет, ну, это, наверное, некая педагогика Да, но Понятно, что все сейчас ждут Выхода в 1-8 финала Безусловно Потому что Саудовская Аравия Ну, в общем Явно не фаворит Это, мягко говоря Египет Проходимый соперник Тот, что нам попался Из третьей корзины, да Ну, Уругвай Серьезная команда С серьезными футболистами Выступающие в серьезных Европейских клубах Но, тем не менее Календарь таков Что с уругвайцами Мы сыграем в последнем туре И хотелось бы верить Ну, вот и лично я в это верю Что в этом матче Просто будет разыгрываться Не путевка в 1-8 финал Как таковая А именно первое-второе место Кто с какого выйдет Ну, хотелось бы очень По крайней мере Вот такого сценария А кто вот из трех других команд Для нас самый такой неудобный соперник все-таки Ну, вот по вашему мнению Ну, уругвайцы Наверное, все На втором месте, наверное, Египет, да Второй, наверное, Египет Ну, если так вот, да Вот пока за полгода Мы же не знаем В каком состоянии подойдут Участники, да Кто в какой форме Но пока представляется так Да, и самый Скажем так Ну, в кавычках проходной Это Саудовская Аравия С которой мы начинаем У нас еще календарь очень хороший Мы начинаем Саудовская Аравия Это будет матч открытия, да Надо брать 3 очка Это хорошее настроение Это уже некий задел на будущее Потом мы продолжаем с Египтом Если мы берем там 3 очка Мы себе гарантируем уже выход И дальше разбираемся с Уругваем Кому на кого выходить Я имею в виду С какого места А вы, кстати, заметили на жеребевке Что Диего Марадона Вполне себе неплохо выглядел Я не к тому, что ему плохо Но у него был там период Когда у него были там Всякие проблемы со здоровьем С допингом другого характера И он там сильно прибавил вес Чуть ли не плюс 20 килограммов Приехал на холод Посвежел Вы думаете от этого? Вот что делает русский климат Даже с такими людьми, как Марадона Совершенно верно И переход на систему Нашего чемпионата Осень-весна Видимо себя оправдывает Нет, отдельно Слушайте, а я бы сам Саму трансляцию Зеребевки не смотрела Красиво все было? Шикарно? Ну, вот вам как, Вячеслав Вы знаете, я бы сказал Как-то субъективное мнение Я бы сказал Очень практично То есть без каких-то Лишних расфуфыриваний С показом С другой стороны Нашего национального колорита С выступлением Главы государства И с тем, что Звезды прошлого Реальные звезды Тянули шары Ну, мне понравилось То есть Вот было час И за этот час Уложилось все По мне очень хорошо все Ну, кстати, да Не было каких-то затяжных моментов Провисов каких-то Все четко, аккуратненько И так вот Все конструктивно Конструктивно И по делу Стране о спорте Лайф А у нас вот все еще болит Мы тут за эфиром Начинали разговаривать О том, что почему раньше Вернее, не так Почему мы никак не можем Отказаться от мысли Что футбол в России Может и должен быть великим Ну, потому что Это спорт номер один И всегда хочется верить в лучшее Я бы так сказал Объективных предпосылок К тому, чтобы мы сейчас Стали Вровень с Бразилией Допустим, да Ну, хорошо, не с Бразилией Даже с тем же Уругваем Ну, пока нет, да Но мы же верим И в чудеса Мы же русские люди Вячеслав, а хочешь спросить Вот такой вопрос Он на уровне обывателя Но всем будет интересно Знаете, как есть научит поп А у нас такой спорт поп Пусть будет, да? Ну, да Ну, смотрите Хоккей Ну, все же понятно, да? Ну, можем и реально Номер один Ну, один-два с Канадой Ну, окей Пусть будет так Ну, все, да? А с футболом у нас в Генах Не заводишься? Ну, неужели в такой огромной стране С таким большим количеством людей Нельзя найти один Грубо говоря Там одиннадцать человек Которые будут играть Ну, пусть на уровне Я не знаю Ну, не хочу говорить Не знаю Вы знаете Вот ровно такой же вопрос Абсолютно Еще в советские времена Задавал мне мой дедушка Который не очень любил футбол А я его обожал с детства, да? А тогда еще и страна была А побольше он говорил Ну, неужели мы Там одна, там Четвертая суши Тогда еще Не можем одиннадцать приличных найти Ну, вы понимаете Конкуренция-то какая В том же хоккее, да? Вот, который мы сейчас упомянули Россия, Канада Скандинавские страны Ну, там Германия, США Ну, и, в общем По большому счету все, да? В Африке, например В хоккей не играют Или в Австралии А в футболе играют везде На любом континенте Только пингвины не играют, да? Вот Конкуренция огромная Это одно А второе То, что Ну, давайте говорить откровенно Система воспроизводства футболистов У нас сейчас, да? Только возрождается После дикого провала Связанного с распадом Советской системы Это вот все детские юношеские школы И так далее Детские юношеские школы Сейчас это Модно называть академиями Вот они сейчас только-только Благодаря Спартаку Краснодару ЦСКА Зениту В основном вот этим клубам Ну, и ряду других, да? Начинает возрождаться Но результат не бывает в одночасье Дети, которые туда пришли Они, как минимум, должны подрасти Да? Вот, поэтому, ну Дай бог Лет через 10 мы плоды увидим И вернемся хотя бы на тот уровень На котором мы были во времена советские А он был неплох и высок Советскую сборную Ну, как минимум Ну, если не боялись То уважали во всем мире Так, через 10 лет Мы, значит, узнаем уже Фамилии 11 Счастливчиков А вот сейчас, может быть Уже 1-2 проклюнулись Каких-то талантов Восходящих Ну, вы знаете Есть молодежь Есть молодежь Она о себе, может быть Еще не так громко Заявляет Ну, вот В Спартаке молодые ребята Появляются Вот Джики Сейчас стал основным Защитником сборной Перейдя из Амкара В Спартак Есть свои воспитанники Там, Самсонов Бакаев Ну, я не буду сейчас Как бы углубляться Они есть Они прорезаются Но пока это не очень известные фамилии, кстати Но они пока Ну, не мегазвезды Да, да Но мы о них уже говорим Но им Им нужно время Им нужно время И прежде всего Доверие тренеров А работа клубного тренера Это здесь и сейчас Очень тяжело Клубным тренерам Совмещать Ежедневную погоню за результатом С воспитанием молодых Это объективно тяжело Вот у кого это получается Те потом обеспечивают себя Скажем так На годы Как вот Валерий Георгиевич Газаев ЦСКА в свое время Вот над ним смеялись Тогда Говорили Братья Березовские Деревянные Зачем вы их ставите А он их ставил 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 И сборная получила На годы Центральных защитников Да И ЦСКА Горе не знал Вот сколько лет Ну, пока ребята Коленки не стерли Вячеслав, ну так или иначе Вы прямо сейчас вселили надежду С большой буквы Мне кажется Н Вячеслав, а что у нас сейчас происходит С Лигой Чемпионов? Играется, вы знаете Играется, да Будь в курсе Сегодня Решающий матч В Манчестере С Манчестер Юнайтед Проводит ЦСКА Армейцам нужно Только побеждать Причем побеждать С разностью В три мяча Чтобы не зависеть От Исхода Игры второй В группе Да Вот Задача наисложнейшая У ЦСКА Большие потери В составе Но мы помним Что, например В 2009 году Армейцы вели Там 3-1 И Манчестер Чудом отскочил Ну Опять же Повторим Мы русские люди Давайте верить в чудеса Мы надеемся По крайней мере В редакции Будем сегодня болеть Переживать И, конечно, освещать Вячеслав, а там В следующем Как закончилось? 3-3, по-моему? Или я путаю? Ничего нет? Да, в 2009 году Ну, 3-3 3-3 Манчестер Отскочил Игра была шикарной Это была Чуть ли не первая Или, может быть, Одна из первых Игр ЦСКА Под руководством Леонида Слуцкого Вот выдали Такой спектакль Так, это мы будем Болеть сегодня Но мы будем Болеть и завтра еще Да, завтра, я думаю Будет болеть Как принято считать Полстраны Потому что играет Спартак Спартак Ну, там хрен резки Не слаще Тоже выезд в Англию Только в Ливерпуль Тоже нужна Только победа Но, правда В отличие от ЦСКА Победа с любым счетом Архия Сложная задача Архия сложная У спартаковцев Нет таких Катастрофических Потерь Из-за дисквалификации Трамп Как у армейцев Чуть ниже Чуть подчеркиваю Уровень соперника Но будет тяжело Будет тяжело Хотя, опять же Надеемся Верим в команду В карреру Верим в спартаковцев Но объективные шансы есть? Ну, я понимаю Вы не можете не сказать Нет шансов Нет Давайте действительно Рассуждать объективно ЦСКА Я бы поставил 10 в пользу ЦСКА 90 в пользу МЮ Вот так примерно Что касается Спартака Чуть выше оценю Ну, пускай будет 20-25% У москвичей Остальное у англичан Думаю, объективно Они таковы Да, они не высоки Но цепляться Нужно за каждый шанс В общем-то В любом случае Будем бороться Да, ну все же говорят Что, знаете Есть такая особенная черта Русских Что неважно Даже уровень подготовки Когда прижали к стенке Вдохновленность Должна быть Мотивация Мне кажется Что вот сейчас Именно Чемпионат мира Лига чемпионов Это та самая мотивация Где надо блеснуть И показать себя Ну, вы знаете Действительно В истории нашего спорта И футбола в частности Бывали ситуации Когда вот нам Деваться некуда И вдруг мы выдаем спектакль Ну, давайте верить Что на этот раз Это получится Что в Манчестере Что в Ливерпуле Команды-то В неплохом состоянии Что Спартак Что ЦСКА Вот жалко Еще раз повторю Что армейцев Много дисквалифицированных И травмированных У спартаковцев С этим попроще И последний матч Показывает Что и те и другие В порядке А самое интересное Что они могут Создать и себе И болельщикам Прекрасное настроение Перед дерби Перед московским дерби Потому что По возвращении из Англии Они сыграют между собой В следующем туре Чемпионата России Который последний В этом году Вот потом он уходит На паузу А вообще было бы красиво Если была бы сегодня победа Ну, я там хочешь Завтра победа И потом еще Апогей Да, всего вот этого Это было бы здорово Они когда будут играть Друг с другом? Десятого числа Десятого числа На открытии арене Спартак принимает В первом Декабре имеется ввиду Декабре, да А, то есть вот совсем скоро Через несколько лет Да, в первом круге Армейцы выиграли Проигрывая по ходу встреч Тоже был любопытный Друзья, продолжаем Продолжаем говорить О футболе Через несколько минут Мы обязательно продолжим И прозвучала в прошлом выходе У нас фамилия Слуцкий Да, но вот это свежая новость Да, когда Слуцкий был Корректно Это будет сказать Отстранен Вы знаете Там такая формулировка Она стандартная В общем И для английских И для любых клубов По взаимному согласию сторон Ну, то есть клуб Ну, это как увольнение По собственному желанию Знаете, тоже Не всегда оно собственное Можно и так сказать Вызвали, сказали Может быть, разойдемся Ну, и решили разойти Так вот вопрос в чем, Вячеслав Неужели полгода А он тренировался июня С июля, по-моему Ну, полгода прошло практически Ну, полгода, да Плюс-минус полгода Неужели это такой срок Вот эти шесть месяцев Для того, чтобы уже сделать Какие-то выводы серьезные И дойти вот до крайней точки Ну, мы с вами, помните Уже упоминали Вот специфику работы Именно клубного тренера Да, и почему тяжело Внедрять молодых Потому что требуется Здесь и сейчас Вот здесь и сейчас У Леонид Викторовича К большому сожалению В Англии не получилось Я имею в виду Что результаты, конечно Оставляли желать лучшего Я не сомневаюсь при этом Что если бы более терпеливы Были бы владельцы ХАЛа Да Наверное, вышло бы Рано или поздно вышло бы Специалист Хорошего уровня Высокого Но терпение лопнуло И пришлось расставаться Как-то просто Извини, Лер На человеческом уровне Ну, как-то Говоря простым языком Ну, жалко мужика Не дали шансов Ну, классный мужик-то Слуцкий И тренер отличный Нет, а почему жалко? Ему же сейчас предлагают в Челси У него, в принципе, сейчас стоит выбор Либо вернуться в Россию Либо остаться в Англии А, кстати А Промойчу он предложил Там какой-то вариант Да, но ведь Слуцкий-то грезил Быть главным тренером В самой футбольной Как он считает Ну, и, наверное, не безосновательно Стране мира Пускай не в премьер-лиге А в чемпионшип Да, и он Как бы эту мечту осуществил И тут она порушилась Да, ему предлагают работу В структуре Челси Но это же не главный тренер Да, он-то мечтает О несколько другом А, кстати, что касается России Я не думаю, что Викторович будет торопиться С возвращением Мне почему-то кажется Что он будет искать шанс там А Россию Если и будет рассматривать То где-то вот там На нацитом месте Ну, там, кстати, руководство Хорошо объяснило Они сказали Да ничего страшного Ну, как бы, да Потому что Самые гениальные тренеры Вообще в истории футбола Рано или поздно Получают такие вот весточки Спасибо за работу До свидания Ну, Мауриню вчера, например Сказал на пресс-конференции Что увольняют и чемпионов Ну, да Это специфика тренерской профессии Никто не застрахован Но понятно Что когда ты идешь на первом месте Или ты выиграл только что титул Что шансы мизерные На то, что тебя уволят А когда не ладится Да А Слуцкого Вот Я вернусь к вашей фразе Действительно жалко Не только как специалиста Вы правы Он именно что хороший очень мужик Вот Не всегда встретишь такого тренера Вот с такими Хорошими Человеческими Вячеслав, у нас 20 секунд Мы о стольком не успели Еще поговорить Что странно Но это абсолютно правда Вам большое спасибо Что пришли Приходите, пожалуйста, еще Спасибо, что позвали Друзья, у нас в гостях был Шеф отдела футбола Издательского дома Спортэкспресса Вячеслав Короткин Еще раз большое спасибо Ждем и договорим в следующий раз О чем не успели договорить сегодня Спасибо Обязательно Спасибо, счастливо До свидания Life Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому